Открытие шахматно-шашечного клуба «Дебют» для студентов университета третьего возраста – событие долгожданное. Десять студентов изъявили желание приобщиться к единомышленникам, любителям интеллектуальных игр. И это только начало. К этому событию мы шли два года, поэтому открытие клуба является для нашего университета важной вехой. Желающих играть в шашки и шахматы найти было легко, а вот стать руководителем клуба, взять на себя ответственность в обучении, никто не рисковал. Пока у нас в центре не появился Андрей Иосифович Мелешко, активный поклонник этого вида настольных игр. Выражаем ему за это признательность и самые искренние слова благодарности. Наша общая задача теперь – создать в клубе комфортные условия и дружескую атмосферу для непринужденной игры. Вовлечь население города в шахматно-шашечный спорт. Шахматы, шашки, лото – отличная возможность тренировать память и логическое мышление. Настольные игры интересны тем, кто предпочитает интеллектуальный досуг. О пользе развивающих игр говорят медики, ученые. С удовольствием рассказывают об этом участники клуба «Дебют». Всемирная медицинская наука доказывала, что у пожилых людей со временем память притупляется. Это естественный процесс. Для того, чтобы как бы сохранить, продлить эту молодость, как бы сказать, вот шашки, шахматы развивают интеллект и память. Это как для детского возраста полезно маленьким детям заниматься, и также пенсионерам. Ну, человек мыслит, думает, развивается. Университет третьего возраста, действующий на базе территориального центра социального обслуживания населения Солигорского района, пользуется спросом у солигорчан пожилого возраста. По сравнению с прошлым годом, количество студентов выросло почти в два раза. Открываются новые клубы, проходят занятия по интересам. В текущем году желающие могут изучать иностранные языки – английский, итальянский, немецкий. В настоящее время идет запись желающих на занятия китайской йогой. Ну и, конечно, шахматно-шашечный клуб приглашает в свои ряды любителей интеллектуальных игр. Отныне наш клуб-дебют предназначен для любителей интеллектуальных игр, ведь шахмат развивает память, логическое мышление, а также воспитывает волю к победе. Пользуясь случаем, хочу пригласить в наш клуб любителей этой древней игры из числа пенсионеров – граждан пожилого возраста. Студенты университета третьего возраста предпочитают не скучать, а проводить время интересной с пользой. Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста объединяет единомышленников. В стенах центра жизнь бьет ключом. Заводятся новые знакомства, появляются товарищи, увлечения и возможности. Продолжение следует...